Доброе утро! Я сегодня начну трансляцию чуть пораньше, оставлю ее в сети и вижу, что кто-то подсоединился. И вот начиная это утро, я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над несколькими стихами. Римлянам 3, 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за смерть грех, а дар Божий – это жизнь во Христе Иисусе. Знаете, люди делятся на две категории – верующие и неверующие. Также среди верующих люди делятся еще на две категории – люди, которые знают Благовое Весть и которые поклоняются идолам. То есть, что такое поклоняются идолам? Они просто поклоняются иконкам, поклоняются крестикам, поклоняются каким-нибудь святым мощам или еще что-то. От этого имеют большие проблемы. Но те верующие, которые знают Благовое Весть, они понимают, что настоящая жизнь заключается в Слове Божьем. Но даже те люди, которые знают Благовое Весть, что истинная вера – оно не просто поклонение, оно действительно заключается в том, что знаешь ты Слово Божие или нет. Даже среди верующих людей есть тоже две категории людей, которые получили благословение Слово Божие, получили благодать. И те, которые не знают, что такое благодать. На протяжении 17 лет, как священник, я вижу очень много людей, которые знают Слово Божие, хорошо даже закончили библейские школы, но в их жизни нет никакой победы. И в то же время я видел много людей, которые просто взялись за Слово Божие и имеют в жизни победы. И здесь мы должны четко понять такую вещь, на какой стороне ты становишься. Господь, Он заключил с нами завет в Своем Слове. Он говорит, если небо и земля пройдет, но исполняющее Слово Божие пребудет вовек. Поэтому давайте, реально вера наша, она имеет силу, она имеет победу. И мы должны знать, почему у людей произошли проблемы. Проблема заключается в чем? Что в бытие третьей голове человек, вот все проблемы, человек он ушел от Бога. И настоящий грех это не в том, что человек там пьет, кует, матерится, блудит или еще какие-то вещи происходят. Мы должны это выяснить. Самая главная настоящая проблема в том, что человек нарушил завет с Господом. И из-за того, что он нарушил завет с Господом, пришли все остальные проблемы. И Господь, когда послал нам Иисуса Христа, Он заключил нам завет, это договор, Слово Божие. Вот оно. Он покручил нам с нами договор для того, чтобы мы знали благую весть, исполняли Божье Слово. И тогда в нашей жизни будут победы. В римном 3 главе 10 стих написано, нет праведного ни одного. А в 23 стихе написано, все совершились и лишились славы Божией. Поэтому люди пытаются иметь победу, пытаются иметь успех, но у них ничего не получается. Смотрите, наука развивается, все движется. Но психических проблем становится больше, люди предают, люди хотят знать Слово Божие, люди хотят знать принципы, но даже зная закон и зная Слово Божие, они не получают победы в своей жизни. Почему? Потому что Христос, Сам Господь, Он говорит о том, что самый большой грех, не потому что ты необразованным или еще какие-то вещи, проклятия в твою жизнь пришли, не потому что ты мало знаешь или ты из какой-то неправильной семьи или не в правильной стране живешь. Большие проклятия заключаются в том, что человек живет не в Завете с Господом. И в Иоанна 3,16 написано, что Господь послал Иисуса Христа, чтобы через Иисуса Христа мы вошли в Завет с Ним. Ну что такое войти в Завет с Ним? Это исполнять Слово Божие, уцепиться за Слово Божие. Знаете, на протяжении всего времени Господь так или иначе спасал людей. Если мы вспомним, где есть шестая глава, когда Господь спасал Ноя, Он что сказал? Строй, строй ковчег, и в определенное время ты войдешь в ковчег, и когда ты войдешь в ковчег, ты спасешься. Сегодня то же самое Господь нам говорит, войди во Христа Иисуса, войди в Слово Божие, начинай исполнять Слово Божие, сделай течение Слова Божие. Если ты действительно войдешь во Христа Иисуса, войдешь в Слово Божие, кто такой Христос? Христос – это Слово Божие. Если ты войдешь в Слово Божие и будешь жить в этом Словом Божьем, то ты и спасешься. У тебя восстановится семья, у тебя восстановится психика, у тебя восстановится здоровье, у тебя поменяется мировоззрение, цели, ценности, ты начнешь жить и смотреть по-другому, так как тебе Господь учит. Чтобы Он изменил наше мышление, нужно просто войти во Христа Иисуса, войти в Слово Божие, чтобы Слово начало живое, действенно действовать в нашей жизни. И тогда приходит по-настоящему спасение. Нужно создать течение Слова. Не нужно просто знать Слово. Не нужно просто верить в Бога. Нужно понимать, человек попал в проблему, потому что он не вошел в течение Слова. Когда вы утром просыпаетесь, и определяете, чем вы сегодня будете жить, в вашей жизни будут формироваться убеждения, которые сформировались людьми, которые вам говорили какие-то слова, или вы что-то читали, мысли каких-то людей. Но давайте вспомним. Коммунисты, они вообще сказали, что нету Бога. Ну сколько они просуществовали? Ну 70 лет. И рухнули. Давайте посчитаем атеистов, которые говорили, Бог умер, и я иду против Бога. Пролистайте в интернете, посмотрите, чем они закончились. То есть любые слова, которые идут в разрез с того, чтобы жить с Господом, оно рано или поздно приведет человека в проблему. 10, 20, 30, 40. Ну смотрите, коммунизм. Ну сколько? Ну 70 лет просуществовал. То есть проблемы, они приходят. Но те, кто исполняли, Слово Божие, те действительно на протяжении всех этих жизней, на всей жизни мы видим, что они имеют успех. Поэтому сегодня утром, начиная с этого дня, задайте такой вопрос. Что тобой движет? Что тебя формирует? Какое движение ты создаешь? Написано, возмездие за грех, смерть. Но дар Божий, это жизнь во Христе Иисусе. Что такое грех? Главная мысль. Грех – это жить без Бога. Жить без благовестия. Не жить без исполнения Слова Божия. Поэтому рано или поздно потерпишь поражение. Но дар – это жизнь во Христе Иисусе. Жизнь – это когда я принимаю Христа. Кто такой Христос? Это слово, которое стало плотью. Евангелие Туанн 1,14. Надо создать движение, течение Слова Божьего в своей жизни. Течение, чтобы ты начал семью строить согласно по Слову Божьему. Исполнить волю Божью. Проповедовать Евангелие. Иметь прорыв в богослужении. Что такое иметь прорыв в богослужении? В Матфея 5 глава написано «Блаженны нищие духом, и в них есть Царство Божие. Не мои мысли, но твои. Я хочу знать, куда меня поведет Господь. Я хочу знать, какое мне слово говорит». Это все есть здесь. И когда мы в этот день просыпаемся, мы должны действительно посвятить его Господу. Чтобы пришло движение Слова Божьего в мою жизнь. Не знание Слова Божьего, но чтобы течение Слова Божьего. Вот сейчас я обращаюсь в основном к людям, которые из нашей Церкви. Создайте течение сегодня. Вот есть Слово. Исполняйте это Слово сегодня. Примеряйтесь с врагами вашими. Написано, если ты идешь в церковь и знаешь, что ты с кем-то в ссоре, даже особенно с верующим, примирись, а потом прийди и принеси дар своего Господа. Не пытайся с Богом спорить, что это творение будет ли с Творцом. Просто посмотри в историю. Все, кто спорили с Богом, потерпели поражение. Просто соглашайся с Иисусом Христом, соглашайся с Его волей и исполняй Его Слово. Если ты примешь Иисуса Христа, тебе не нужны никакие энкаутеры. Тебе не нужны никакие какие-то особые святые места поступить, чтобы получить исцеление. Вот. Тебе нужен только Христос. Принял Слово Божие, заключил с Ним Завет и исполняй это Слово. И дьявол знает людей. Дьявол знает людей, которые по-настоящему заключили Завет с Иисусом Христом. Он видит этих людей, он знает, что они исполняют Слово Божие. И он этих людей больше всего боится. Он не боится людей, которые носят крест или сидят под крестом, или иконки себе в машину. Он боится людей, которые вошли в Завет через Иисус Христа, чтобы жить по Слову и исполнять Слово Божие. Благословение вам в сегодняшнем дне. Задумайся, создаешь ли ты течение Слова Божия в своей жизни. В Дивосток семинария. Слава Господу. Благословение. До свидания.